Люба пошла к Устинам. Только что ребята копнить перестали. Копнить. Прямо внутри, возле дома. Какая деревня прекрасная. Никакого асфальта нету. Вот повернулся сейчас. Сколько тут капешек в проулке стоит. Одна за другой. Как витязи. Там Андрей поехал Женя копнить. Повернулся Алексея в сарай. Где он у него? Не вижу. Ага, вот он сарай. И тут же копна. Я только что сейчас увидал, что копнят ребята. Показать у них семьи большие. Ошибся. Около десятка ребят. Только вилы говорят. Вот это вот метра два с половиной Копешку около нашего домика поставили. Внутри. Это вот голубятня моя, чтобы видно было. Скворечник рядом. Ну вот теперь я решаю, что лучше. Когда ничего нет, ничего нет. В Англии воспротивили, что один гоняет стадо из шести коров по мосту какому-то там. Я не знаю. А он доказал, что это им дано было право лордам или кем-то. И никто не отменял этот закон. Ну а от них там запах. Он говорит, какой запах? Нормальный запах. Так я могу подойти почесать, а ты под капотом рукой не почешешь, а я у нее под грудок почешу. У тебя-то кроме дыма ничего нет. У меня молоко, сливки, творог, сыр. И ты же у меня покупаешь. Вот шофера за все эти вмолкли. Понравилось, как он разумно отвечает. Я слышал, как у какого-то Рокфеллера или у кого где-то что-то там турбина не работала. Турбина. Никто не мог сделать. Сказали, в Канаде есть один специалист. Он интуитивно находит где. Пригласили. Он говорит, можешь. Он, не знаю, но попробовать можно. Ну он попросил раскладушку, лестницу. А лестница там большая, нарисована, высокая, многометровая. И он ее прослушает, как врач сердца. Слуховой такой аппарат у него. Он слушает его. Прошло время, он начал подсчитывать. Такая-то обмотка. Там лишних столько-то проводов. В такой-то не хватает столько-то. Представил еще. И все сделали. И заговорила. Заработала турбина. Сказали Рокфеллеру, что он стоит это. Он показал, что стоит. А стоит это, он закатил что-то там сотни тысяч долларов. Допустим, 999, чуть не под миллион. Он говорит, да это что-то много вроде. Допустим.